всем привет привет как ваши дела как ваше настроение всем отличные новые недели здесь у вас все хорошо сегодня у нас будет расклад который многие из вас любят в потоке я стала его делать два раза в месяц но мне кажется что это слишком много не знаю напишите нормально два раза в месяц для вас или это перебор есть у меня такая черта знаете я не люблю быть навязчивой это с одной стороны не очень хорошо при достижении каких своих услуг вот и чрезмерная вообще воспитанность да вот в мире достижения тоже каких-то своих целей тоже не очень хорошо вот потому что нужно быть пробивным человеком да и порой о себе напоминать очень часто я это не люблю поэтому на вас кризис пишите два раза в месяц потоковые расклады это нормально а либо делать пореже в общем пишите а еще хочу поблагодарить спонсоров я не недавно увидела что у меня появились появилось два новых спонсоров на первый простой уровень и я вам очень благодарна за это спонсоры выделяются особым значком вот зависимости от того как долго вы подписаны на спонсорство и мне это очень-очень обрадовала так и благодарю за ваши конечно же комментарии за вновь присоединившихся либо в первый раз присоединившихся подписчиков к моему канал он мне нравится как я это понимаю что это человек ну во-первых по нику да то что я ранее возможно не видела комментарии этого человека с другой стороны по самому тексту да когда люди сами говорят вот мы недавно подписались и нам нравятся ваши расклады меня это очень-очень радует конечно же так расклад в потоке до откладываем позиция номер один да мы с вами сразу приступаем как-то так резко есть у меня такая черта резко переключаться с одного момента на другой и так позиция номер один о чем нам сегодня поведает поток двойка мечей знаете о каком-то мне хочется сказать особым вашем внутреннем состоянии что-то такое вот у вас происходит какая-то внутренняя борьба но это борьба и она на место с голова разболелась что-то вас здесь тревожит что-то тревожит но это вот не волнение как-то за будущее а здесь какое-то такое не знаю как то вот вы глубоко погрузились в себя в какие-то свои размышления в какие-то процессы и ну вот что-то здесь вас беспокоит о чем-то вот вы здесь думаете да как будто бы здесь не то чтобы надо принять решение двойка двойка мечей у нас говорит о внутреннем примирении как один из вариантов трактовки этого этого аркана но мне здесь кажется здесь не про примирение здесь есть какая-то такая ситуация в общем ситуация такова что-то недавно произошло в вашей жизни что вас очень сильно удивило я не знаю с чем это конкретно связано но это вызвало у вас такое состояние когда вам надо было призадуматься то есть вот не знаю что-то произошло может быть у кого-то произошло не у вашей не вашей жизни у кого-то что-то случилось и это навело вас на какие-то размышления да такое ощущение что вот в эту сторону в этом направлении вы ранее не не засматривались не думали ну например знаете такие моменты бывают когда ты не задумываешься о своей жизни либо о своем здоровье и потом вдруг неожиданно узнаешь там твоего соседа либо у близкого человека что-то в жизни произошло связанное со здоровьем и ты впервые возможно задумаешься о том что а как я отношусь к себе и к своему здоровью то есть а что делаю я для себя вот здесь нечто аналогичное то есть что-то произошло у кого-то ну либо вашей жизни к ее же сказала ранее и вы как-то призадумались то есть здесь вот у меня такое ощущение знаете в селе серьезности негай такой серьезности но это не не проблема здесь не надо что-то решать здесь вот вы как будто бы неожиданно для себя что-то открыли но как-то вот углубились в какие-то слои в которые ранее вы не углублялись то есть вот как-то пересмотр здесь не пересмотреть такой знаете очень интересное состояние когда человек действительно в этом направлении не 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 рассматривал что-то возможно это даже какое-то предложение да то есть допустим если вы работали на наемной работе кто-то вам сделал какое-то предложение о том что даже не предложение а просто сказал вот а если бы у тебя был свой бизнес да ты бы мог вот так вот так сделать и вы как будто вы задумались да но здесь ключевой объект это вы то есть вот то о чем вы задумывались это непосредственно связано с вами это не какой-то философский такой вопрос плане того что никогда не думал например там не знаю о смерти либо о вселенной нету здесь нет таких философских понятий здесь что-то что-то вы для себя открыли такое новое вот и почему мне это хоть показываю да почему это важно для меня шестерка кубков это как-то связано может быть с вашей прошлой жизнью ну то есть либо в предыдущем воплощении либо в более раннем каком-то периоде вашей жизни но это не не год не два это вот где-то очень далеко в прошлое уходит вот что-то там было в этом прошлом не знаю может быть вы узнали что-то какая-то вот новость о человеке которым вы хорошо с которым хорошо знакомы либо это как-то вот связаны не знаю если например вы иммигранты переехали в другую страну вот что-то узнали о своем доме где вы жили раньше либо о своем месте где вы жили раньше тут что-то об этом но я не совсем понимаю почему для чего мне это показывают сейчас а какая-то возможность может быть может быть всплыла какая-то ситуация как какой-то шанс какая-то возможность именно сейчас но это вот то что вам как будто бы известно как новая возможность открылась но это я не думаю что это какая-то может быть идея давно забытая может быть какой-то проект давно забытый здесь про состояние здесь вот состояние вот то что вы когда-то давно уже это проживали либо об этом думали либо с вами уже это случалось вот сейчас это всплыло на поверхности вы как будто бы на об этом или это рассматриваете в новом каком-то ключе но не по-новому а так как вы вообще не рассматривали я не знаю вот как будто бы у вас никогда не было машины вдруг вы приобрели машину вот это для вас абсолютно новое какое-то ощущение дали бы у вас никогда не было домашнего животного но вдруг вы завели себе домашнее животное и это какие-то абсолютно новые для вас ощущения вот про такое новое я имею ввиду но это вот связано как-то с состоянием, и это показывает для чего-либо, почему, потому что вам дается сейчас некий такой шанс, шанс для того, чтобы, ну с одной стороны, как-то вот новая возможность, да, на лучшую жизнь, на более качественную жизнь, на как-то вот, это как маленький ребенок, который очень давно хотел что-то, и ему купили, да, я не знаю, может быть в детстве хотели какую-то машинку, я не знаю почему машинку, может быть мужчина смотрит, вот, и ну просто мечтали, а потом вот вырос человек, да, и как-то вот неожиданно где-то прогуливаясь по городу, увидел эту миниатюрную вот эту вот машинку, которую когда-то в детстве хотел, и казалось бы она ему, ну зачем она ему нужна уже взрослому возрасте, да, когда уже есть настоящая своя машина, но вот как-то вот рука потянулась, и вы ее купили, не знаю, как воспоминания, и вот именно вот этот вот жест, как-то некое такое намерение вселенной, чисто символическое, в плане того, что я тебе даю то, что ты хотел, но в новом каком-то ключе, и вот такое ощущение, что вот после этой, не знаю, покупки, приобретения, да, вот после этой возможности воспоминания, как-то что-то в жизни человека поменяется, то есть это, знаете, как некая такая аллегория, окей, я купила эту машинку, и тем самым, знаете, вы как будто бы манифестируете вселенной, либо она вам дает подсказку, в плане того, что, а теперь ты, вот ты реализовал как-то свою детскую мечту, да, вот через, ну, вот аллегорию этой покупки, да, детской игрушки, либо этой модельки, а теперь попробуй сделать что-то, что, у меня просто мысль такая пришла, что у меня такое ощущение, как некое дежаву, может быть, я в прошлом потоке про это говорила, не знаю, в общем, такое ощущение, что вот я уже про это говорила, что вот как-то жизнь твоя лучше станет, то есть вот это вот действие, оно как будто бы покажет вам возможность воплотить что-то, вот какое-то другое, другое качество своей жизни, причем, знаете, такое вот ощущение, что вот именно вот момент вот этой покупки, как будто бы в голове что-то переключилось, и вы здесь ощущение того, что вы как будто бы поняли, а почему я ранее себе это не разрешал, либо почему ранее в моей жизни такого не было, то есть, ну, на самом деле, то, что я хочу, оно намного ближе, нежели я мог, либо могла бы себе представить, что на самом деле, вот то, что я хочу по тузу педакли, то, что мне дается на будущее, на самом деле, я мог бы приобрести ранее, просто я не совершал какие-то действия, то есть здесь осознание того, что не достаточно просто о чем-то мечтать, фантазировать, а надо было делать какие-то действия, но фишка в том, что ранее вы не способны были на, вот именно на этот инсайт и на эти действия, то есть здесь что-то такое произошло, и вот эта вот вся история, о которой я вам говорю, она повествуется в контексте того, что вас ожидают какие-то изменения в вашей жизни, которые будут сопровождаться такими очень позитивными состояниями, позитивными не в плане радости, а в плане какого-то удовлетворения, вот в плане какого-то высвобождения, облегчения, не потому что что-то, там, не знаю, долги отдали, либо там какие-то кармические узлы развязали, нет, а вот какой-то щелчок, я не знаю, вы мне потом напишите, что за щелчок произошел в вашей голове, что вот что-то переключилось, и вы как будто бы, я не знаю, бывает такое состояние, когда пелена с глаз спадает, и вы понимаете, что оказывается проблема-то была во мне, да, то есть вот если я что-то не имел, это не потому что были какие-то трудности внешние, а проблема была во мне, что, не знаю, может быть вы не совершали какие-то действия ранее, здесь вот какой-то инсайт произошел, я не знаю, по двойке мечей, я не могу понять, у каждого здесь свой, но однозначно, как будто бы какие-то внутри вас открылись новые дороги, новые горизонты, новые двери, такое ощущение, знаете, вот, сегодня у меня утром случай был такой забавный, лежал у меня на столе, значит, хлеб для тоста, и я его в упор не видела, и полезла почему-то в холодильник, вот, для того, чтобы достать новую упаковку, и мне мама говорит, а вот на столе лежит, тебе этот хлеб не подходит, я ей говорю, ты вот представляешь, вот я смотрю на него, и я его не вижу, я его реально не видела, а потом, когда мне сказали, указали на это, и я говорю, блин, как такое может быть, вот, вот он, прямо перед моими глазами, а я смотрю, я не вижу, вот здесь что-то такое в вашем случае, причем, вот я говорю, это как-то временные параметры, они между собой сплетены, то есть, как-то, вот это вот прошлое, то, что вы хотели, да, как-то через покупку какой-то своей детской, я не знаю, идеи, мечты, вот как-то через прошлое у вас идет заход, что-то кликнуло в настоящем, и вы стали замечать новые возможности, какие-то двери вам открылись, здесь об этом говорит поток, про это идет речь, и о каком качестве жизни мы здесь говорим, о каком качестве жизни, на каком можно сказать помогу, о качестве жизни человека, который поверил в то, что он может, да, то есть, то, что вы знаете, как что-то сделать, это ясно, а вот такое ощущение, что у вас как будто бы внутри было чувство, что я это не могу, мне это как будто бы не дано, либо мне это не разрешено, и вот вы словите себя на состоянии, я говорю не, я хочу, чтобы вы поняли, о чем я, какой смысл я хочу вложить в этот поток, а я говорю о состояниях, и примеры, которые я вам привожу, они не для того, чтобы указать, да, какие-то варианты того, что будет происходить, а именно для понимания, то есть, о каких состояниях я говорю, и здесь помогу, вот это вот состояние, когда человек впервые в жизни себе, может быть, ощутил, знаете, вот какую-то уверенность, да, какую-то уверенность и прилив сил, это не про энергию, что вот у меня много энергии, я теперь могу все делать, нет, а здесь вот как-то, знаете, человек поверил, вот ключевое здесь, человек поверил в себя, человек поверил, что вот теперь, это еще, знаете, можно сказать, как, а вот теперь я это заслужил, да, вот это вот мое, я это заслужил, теперь я это буду делать, но здесь не про заслужил, я просто в состоянии хочу, чтобы вы прочувствовали, а про то, что я здесь как-то вот скачок самооценки произошел я поверил что я могу я поверил что у меня получится что вот я как-то здесь некое такое окрыление но не внешние да как вот крылья есть за спиной говорят а это какое-то внутреннее такое тихое состояние но это визуально как некая гора до спящий вулкан до спящей везуви но это только внешне а внутри вот эти вот все массы они кипят да вот перед тем как происходит извержение вулкана и вот у вас примерно так же то есть не то что накипела а какой-то вот прилив энергии вот вы так наполняетесь 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 и вам от этого хорошо вот здесь про это это как я видела у меня в инстаграме в stories я выкладываю у меня есть рубрика который называется мир говорит с тобой через знаки через разные надписи которые мы встречаем повсеместно так вот там была такая надпись о том что как только ты и изменишь свое отношение к самому себе то есть когда внутри себя почувствуешь очень-очень хорошо автоматически люди меняют свои отношения к тебе вот здесь про это говорится то есть ваше качество жизни одной изменится из-за того что вот что-то внутри вас произойдет а произойдет то что вы себе что-то разрешили и вы заметили да то есть первое это то что разрешили а второе вот ключевое это то чтобы заметили какие-то новые возможности либо будете замечать какие-то новые возможности здесь просто перед вами открылась дверь то которая дверь она была всегда рядом с вами конкретная но вы ее не замечали вот здесь вот как будто бы знаете вот прозрели пелена спала и вы увидели увидели эту возможность вас это удивило потому что здесь вот такое знаете ощущение как так я это ранее не за не замечала я не знаю как будто вот в вашей квартире есть какой-то чулан вы живете уже столько лет и и и никогда не обращали внимание на то что есть этот чулан да то есть либо там я не знаю подвал какой-то вы ну вы знали но как-то вот вот здесь вот это вот такая тонкая грань что да я знаю что у меня есть повал но я никогда либо чулан но никогда туда не спускался то есть вроде бы понимание знания есть а сам факт действия осознания вот проживание что я открыл я туда спустился и наоборот я открыл я туда вошел у вас этого не было вот здесь про такое а сейчас как будто вот вы туда обойдете вы это проживете вы это прочувствуете на себе и вот это вот самое такое приятное на самом деле это вот как знаете одно дело когда мы там смотрим я знаю какие-нибудь видео уроки да о том как танцевать бачату к примеру а другое дело когда ты встаешь и начинаешь повторять за тренером эти действия абсолютно разные то есть знать это иметь информацию в своей голове но осознать это когда ты начинаешь совершать какие-то действия вот здесь речь идет про осознание вот что-то такое будет причем понаблюдайте пожалуйста за знаками здесь вот этот процесс упадет чисто символически то есть что-то вы сделаете через какой-то хочется сказать через какой-то ритуал но это ритуал не магический а через какое-то действие и это будет как предвестник так скажем предвестник тех перемен о которых я вам озвучила вот такой у меня был поток сегодня на для первого варианта так мы с вами переходим к позиции номер два красненькому камешку двоечки смотрим ваш поток помним да я всегда говорю про состояние и про энергию немножко абстрактно для меня в потоке не важно конкретика для меня важно состояние которое вы будете проживать потому что так понятнее когда я говорю какую-то конкретную ситуацию описываю я ограничиваю тем самым вашу возможность потому что информацию которой я конкретно передаю я ее облачаю в некие такие рамки формы и вы ориентируетесь только на это и тем самым не замечая нечто аналогичное что действительно может быть ваше и можете потом сказать что вот у меня допустим не проигралась а на самом деле если убрать вот эти вот вот эту вот конкретику а передать состояние это проще отследить почему-то мне вам это захотела сказать так двойка кубков но здесь такое ощущение что поток будет говорить о какой-то дружбе дружбе двух женщин либо не дружба здесь вот как будто бы старшая женщина идет и более младшая да одна какая-то более взрослая а другая помладше но это может быть там не знаю тетя тетя и вы либо мама и вы либо более зрелая какая-то такая женщина и и вы либо вообще не про вас а про двух каких-то женщин речь идет о двух а двух здесь какое-то вот обучение идет та женщина которая постарше она как будто бы обучает ту женщину которую помладше здесь ощущение того что одна один персонаж давайте так буду говорить один персонаж более чистый чистыми побуждениями намерениями а немножко наивный вот так скажу а второй более такой опытный у которого не то чтобы он хитрый но у него есть больше больше как-то вот прожитого и здесь не вопрос не возрасте а именно в опыте житейском и вот такое ощущение что вот этот вот более опытный персонаж что-то дает что-то передает что-то рассказывает для кого-то может быть прям вообще точечно кто-то ходил недавно какой-то гадалки может быть предсказательница либо какой-то здесь проявляться ним связано какой-то женщине брюнетки и что-то она вам говорила что-то передавала а вот так очень внимательно и и слушаете немножечко завораживающее но такая своеобразный характер у этой мастера женщины гадалки такой своенравный не своеобразный это своенравный вот ладно это мне показали то есть в этом есть какая-то информация для кого-то из вас о чем здесь поток будет говорить вот об этих двух женщинах здесь потом будет говорить о каком-то обучение о каком-то обучении и у нас выпадает луна здесь смотрите здесь либо здесь вот через эту женщину более опытной да как будто бы вселенной либо высшие силы каким-то образом обучает вас делать 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 выбор как будто бы вам показывают кто для вас является друг а кто является враг как вы можете достичь того чего вы хотите не обращая внимание на мнение других людей то есть здесь идет какой-то вот обучающий процесс через разные ситуации когда вам говорят о том что вам нужно научиться как-то больше слушать себя знаете вот у вас есть какие-то принципы у вас есть какие-то ценности свои и вот здесь говорят что вас будут проверять либо вас уже проверяют на то насколько вы можете отстаивать вот свои какие-то ну ценности как будто вы знаете вот проверка насколько вы можете по прогибаться под влиянием других людей насколько вы можете менять свое мнение когда вам кто-то что-то нашептывает нашептывает когда это вот как-то связано с выбором да вот с выбором по жизни возможно либо что-то когда вы на находитесь таком ключевом моменте да на некой такой развилки и если будут какие-то ситуации не очень приятные там либо с предательством либо еще что-то какой-то вот подвох то это связано лишь с тем чтобы вы хочется сказать смотрели на мир реально не было вот этих вот каких-то иллюзий где-то вот вы не живете в реальности как будто бы как-то не меня показывает вы не очень адаптированы независимо того сколько вам лет к этому миру то есть доверчивый что ли чрезмерно но вот это вот открытость это хорошо и доверие хорошо а здесь вас как будто бы перекос этой доверчивости то есть вы не разбирательны это тоже не есть хорошо когда человек поглощает либо доверяет сто процентов то есть нету вы не умеете выбирать нету вот избирательности это может быть связано как с людьми так вообще по жизни мне показывает лес какой-то да вот вы идете по лесу вроде бы была тропинка и вам надо было просто идти по этой тропинке а вы непонятно для чего как-то вот вас как-то кто-то где-то поманил не знаю какая-то птица пошли за какой-то птицей либо какой-то звук шорох какой-то вот я не знает цветок ой какой красивый и отклонились от своего пути а потом заблудились вот здесь вот это вот вам говорят о том что до тех пор пока ты не выучишь эту тропинку зачем тебе отклоняться да то есть ты не умеешь адаптироваться тебе сначала как будто бы надо адаптироваться на этой местности узнать выучить а потом уже отклоняться ну идти вот за тем что для тебя как-то вот интересно за этими цветочками птичками бабочками я не могу понять почему здесь вы плохо то что вы отклоняетесь принципе а потому что знаете здесь вы как будто вы не чувствуете уверенность в себе вы теряетесь то есть когда вы идете почему-то по какому-то пути известному для вас вы чувствуете себя более бодро более уверенно но когда вы отклоняетесь вы теряетесь вы теряетесь и начинаете как-то вот я не знаю переживать волноваться то есть эмоционировать и вы теряете ваша жизнь как будто бы не знаю потом рушится вы теряете самого себя потому что нет какой-то опоры внутри вас легко запутать и вот вам говорят вам нужно по этой тропинке пройти не знаю несколько раз 5 10 20 не знаю до тех пор пока хочет сказать пока вы не выучите вот этот вот если бы какую-то часть ее досконально и только потом вам разрешается отвлекаться то есть вот именно вот про этот момент не говорят о том что вам не надо отвлекаться сейчас на что-то такое посторонние идите своей по своим путем туда куда вышли здесь знаете как вот вы идете какую-то по по этой тропинке отвлеклись и забыли вообще куда вы идете и получается так что ваш путь становится очень долгим потому что вам потом надо искать вот эту вот ту тропинку в которой вы шли на это тратится очень много времени и иногда бывает так что вы выходите не на ту часть этой тропинке где с которой вы уходили возвращаетесь как-то к началу и такая знаете вот вроде бы бессмысленный путь и вам говорят о том что вот вот это вот то что вы отвлекаетесь это сейчас на данный момент не есть очень хорошо для вас вам это не надо делать вам как будто бы есть какие-то другие цели задачи на данный момент более важные для вас чем вот это отвлечение а какие цели задачи сейчас сейчас у вас дьявол теперь смотрите как интересно да лабиринт здесь выпал то есть луна и дьявол но дьявол вот в этой колоде в этой карте в этом аркане здесь два дьявола он как раз таки позитивный позитивные в контексте того что здесь вам нужно вы находитесь сейчас на пути развития и роста своего то есть то что мы говорим духовный путь да вот вы стоите на на этом этапе на на этом пути но но такое ощущение что вот вам как будто бы прежде чем пойти вперед вам надо сделать несколько шагов назад как откат для того чтобы вот взять этот разбег но вот этот откат он такая знаете здесь тонкая грань что ты можешь действительно откатиться и откатиться на очень далеко потому что назад и вам это не нужно а вот если вы будете внимательны вы поймете что вы делаете два три шага назад для того чтобы то есть вы держите цель в своей голове и вы у вас идет этот откат для чего для того чтобы взять разбег но если вы не будете сосредоточены будете отвлекаться то вы этот откат не 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 берете как разбег а откат как будто бы какой-то вот вашу прошлую ситуацию и здесь это дьявол он говорит краски о каких-то ваших инстинктах каких-то теневых ваших аспектах где вам нужно пройти этот урок да здесь вот как будто бы какой-то вот магический урок до луна и дьявол какой-то магический урок вы сейчас проходите хочется сказать как некая такая темная ночь перед рассветом здесь очень важно для себя понять пройдете в эту или нет потому что вы можете пройти и вырасти очень хорошо а можете не пройти и вернуться в прошлое то откуда вы выходили к чему у вас здесь есть привязанность здесь какое-то вот искушение связано либо с поездкой либо с каким-то движением вот здесь знаете вот мы начали с двойки кубков и рыцарь кубков на краске говорит о какой-то чистоте то есть вот ваша здесь чистота подразумевается метафорично как некая такая стерильность и мы все понимаем что чрезмерная стерильность это тоже отклонение от от меры от золотой середины то есть когда чисто это хорошо но чрезмерная стерильность она бывает только есть на хирургическом каком-нибудь отделении да где проходят операции там необходимо там определенная стерильность вот здесь вот у вас какая-то ваша чрезмерная стерильность вашей души вы как будто бы знаете здесь переживаете что ли за себя за то чтобы сохранить эту стерильность и и вот я на вас как раз таки на это испытываю что ok да чем больше ты стремишься тем больше я тебя буду огрязнять слово какое придумала а тем больше тем больше я буду себя очернять на тем больше если буду показывать твоих теневые твои какие-то теневые стороны для того чтобы показать себе что ты ну вот не так хорош да как тебе может показаться и это лишь потому что вы вот вот это вот стерильность присутствует чрезмерная какая-то доверенность доверие доверчивость о которой я говорила ранее вот здесь вы проходите какой-то урок вот здесь как-то сложно более конкретно сказать но в общих чертах мне показали что вы здесь проходите какой-то урок и и подсказка потому что иногда говорят да что здесь за подсказка так подсказку я краски озвучила если вы были внимательны вот урок вам краски на внимательность то вы услышите о чем я говорила то есть показать подсказкой было о том что вам нужно сделать нужно быть более внимательным и более избирательным в том что в своем окружении окружение не только люди а в том что вас окружает в общем для того чтобы это сделать у вас должны быть какие-то внутренние критерии ориентиры и вот их нужно пересмотреть либо как-то создать для себя какую-то систему ценностей на что вы будете ориентироваться мне кажется как в первой позиции именно вот это я уже говорила по моему в прошлом потоке такое ощущение что-то у меня повторы идут как-то так как-то так двоечки позиция номер три так тройки смотрим на всякий случай посмотрите прошлый поток потому что первых двух позиций у меня такое ощущение что я уже это говорила я уже это говорила что у вас что у вас какой поток мне здесь хотят показать высший суд овца которая запуталась возвращается на свой путь вас ставят на свой путь вас вернули вас возвращают на нужный путь такое ощущение здесь знаете что вы как будто бы хотели сами себя обмануть искальнение я туда не пойду и типа в тихую как-то вышли из стада и пошли другую сторону в ожидании того что и в надежде того что вас не заметят ну много же таких овец и меня не заметят но вот как ни странно все на счету всех знает в лицо и ваше отсутствие как будто бы было замечено и вот вас как заблудшую овцу вернули на правильный путь и сказали что нет нет дорогая а либо дорогой так не прокате ты тот путь который ты должна пройти ты его пройдешь хочешь не хочешь поэтому чем быстрее ты на него встанешь тем быстрее ты приближешься к своей цели интересно но здесь вас не ругают здесь нету такого здесь как будто бы знаете к вам отношения как к ребенку которым немножечко не то чтобы насмехается а улыбается вашей какой-то детскости что ну так может поступить только ребенок даст меня никто меня никто не заметил да это не я сделал и при этом все на виду всех вот здесь про это речь пойдет об этом такое ощущение что сейчас начинаются какие-то серьезные изменения вашей жизни начинаются серьезные изменения к этому взрослой жизнь то есть поигрались а теперь у нас начнется какая-то новая жизнь с чем связано что за новая жизнь куда вас ставит аркан умеренности здесь как будто бы начинается новая жизнь более серьезная и более знаете вот есть новички которые там я не знаю по ошибке переливая из сосуда в сосуда могут например разлить воду но когда они очень долгое время переливают у них уже намет намотан глаз и когда они становятся мастером они уже как-то вот где-то на внутреннем своем уровне есть вот эта чуйка которая говорит вот здесь надо чуть левее здесь чуть правее этот сосуд и тогда ничего не будет выливаться не одна капля то есть мастерство она приходит от многоповторных попыток и вот здесь речь как раз ки идет о том что ваша новая жизнь начинается с того что вы становитесь более зрелым человеком человеком который совершает намного меньше ошибок не потому что ошибки вам уже не нужны а потому что есть уже какой-то пройденный путь вот мне очень напоминает как а я не знаю в университетах когда заканчивается обучение да и вы получаете диплом и вы уже выпускник и понимаете что ну за плечами уже там я не знаю четыре шесть лет обучения и вы уже не как первокурсник вы уже опытный да у вас уже есть знания и и вам кажется уже глупо совершать какую-то там я не знаю ошибку какую которую вы бы совершали когда были первокурсникам где что-то такое то есть путь который на который вы встали на который вас привели он будет показывать путь вашего мастерства путь уже более опытного зрелого человека который уже осознает свои поступки то есть здесь речь идет о том что вам уже не будет сходить с рук какие-то ваши шалости да и вы сами уже не захотите их сделать почему потому что уже есть четкое понимание и осознание последствий своих действий то есть вы такой человек который прежде чем что-то сделать уже его уже семь раз отмерите прежде чем один раз отрежете потому что были такие болезненные опыты которые научили вас насколько последствия могут быть чреваты и просто не хотите их повторять и здесь вот момент взросления момент взросления здесь какая-то вот взрослая спросу но она вам не в груз она вам ну вам нравится вам нравится здесь какой-то знаете момент принятия что ли момент принятия момент очага момент какого-то вот с одной стороны вам как-то уютно с другой стороны что-то такое родное я не знаю как будто бы путь домой вот бывает возврат домой я возвращаюсь домой откуда вы то и вот есть вот это вот предвкушение что я встречу свой родной дом не от этого хорошо и я вот как будто бы сам иду туда самым иду по этому пути а вот здесь какие-то такие ощущения для чего мне показали этот поток королева кубков здесь у вас будет какие-то серьезные перемены я бы сказала в сфере эмоций это может касаться личной жизни либо вообще ваших взаимоотношений с другими людьми вот знаете есть такое чувство что долгое время убегали от каких-то своих состояний эмоций чувств переживаний и как бы вы не убегали вас все равно вернули туда и сказали что пока ты не пройдешь этот урок мы тебе не отпустим ты все равно должен быть захочешь хочешь не хочет должен пройти путь своих глубинных ощущений осознание того что вы проживаете именно на эмоциональном плане какие-то вот очень более глубокие состояния что ли ну то есть если допустим вы практикуете выход из тела да то здесь вы как-то больше и больше становится успешных попыток либо медитации они уже другого уровня более глубокие другого порядка если это сны то более яркие что ли здесь о глубине говорится но здесь еще и говорится о том что именно на любовную сферу вы не обращали внимание даже не то что любовно это вот как-то узко с крышком на сферу своих эмоций на сферу своих переживаний вы не обращали внимание и сейчас вот по аркану умеренности да когда вы научились быть вот в золотой середине когда вас уже не так раскачивает на эмоции потому что присутствует уровень логики да и рационализма он как-то вот вырос у вас созрел да здесь не то что вот вы стали слишком рациональным а вы созрели то есть вы уже как будто бы если раньше избегали каких-то эмоций то сейчас вы понимаете что зачем мне это избегать когда эта часть меня то есть я как будто бы избегая чего-либо я отказываюсь я не хочу отказываться я хочу прожить полный спектр до полную свою жизнь по полной всю гамму прожить и это вот выведет вас как раз таки ну вот приведет к некой целостности вот это вот целостность которую раньше у вас не было здесь ощущение того что за последние два года те кто выбирает в третью позицию произошел огромный такой рост одной стороны начинались людей целеполагания таких огненных потом проходили кучу кучу трансформации я помню а сейчас пришли к такому уровню что вот даже духовность в вашем понимании она открывается с другой точки зрения по другим углом по другим ракурсом уже как-то могу сказать что больше мудрости появляется вы уже уходите вот от этой огненности аги-гей побежали достигать что-либо до от какой-то вот агрессии и пришли более размеренные жизни но не к медлительный и не к спокойный не скучный а именно вот здесь вот появляется все больше и больше мудрость по королеве кубков да какая-то вот мягкость гибкость то есть вы как будто бы в себе начинаете открывать вот этот вот эмоциональный фон и вы понимаете как много вы сериале из-за того что где-то себе не разрешали не знаю может быть выражать какие-то эмоции может быть проживать какие-то эмоции здесь вот как будто бы вас развернули именно в сторону чувств сторону чувств аркан влюбленных у вас выпадают все почти кроме королевы кубков великие арканы очень серьезный какой-то путь здесь идет вы как будто бы развернулись полностью на небо на небо я имею ввиду как-то вот в духовность но в духовность хорошую не в псевдо духовность да когда я занимаюсь практиками только для того чтобы создать видимость а когда вы что-то делаете и вы делаете это для своей души вы понимаете что это нужно вам не для того чтобы кому-то показать нету вот этой вот уже показушности есть более такая вот осознанность и да здесь вот вы повзрослели здесь ответственность у вас стала появляться как вы не хотели бы ее да здесь уже появляется ответственность причем это ответственность за вашу жизнь не за кого-то а за себя и и за свои эмоции здесь очень интересные такие моменты и еще один аркан да старший аркан шута здесь изменился угол вашего воззрения здесь изменился расширились немножечко ваши взгляды вот я говорю впустили в себя вот эти чувства и ваша жизнь изменилась вы как будто бы больше уже себе позволяете от каких-то безрассудных поступков и рациональных раньше такого не было сейчас вы замечаете за собой что больше как-то я снимаю градус контроля и больше как-то взаимодействую с миром как-то вот больше открыт к нему здесь происходит какие-то такие филигранные изменения в вас но мне нравится что здесь нету сопротивления то здесь нет такого что раньше вы отказывались прям сопротивления сопротивлялись боролись а сейчас как будто бы поняли что а мне это надо вот сейчас вы как будто бы дорослись за себе мне это надо мне это надо я к этому готов то есть глупо сопротивляться чему-то отказываться от чего-то потому что я буду тратить всю эту энергию на борьбу и я не смогу ощутить в себе вот это вот внутреннее успокоение то есть моя душа не успокоится как только вы приняли вот это вот решение пришло это осознание сразу вы почувствовали себя легче себя почувствовали лучше и с этого момента у вас начался какой-то духовный другой путь другой вы даже сами заметите что те же самые практики многие практику вас даже отпадают вы уже не хотите их делать они вам уже не нужны и скучные вы даже уже не понимаете а почему я раньше вообще этим занимался то здесь может быть и такое отказ может быть вообще разворот и желание заниматься чем-то другим какими-то путешествиями странствиями то есть если например раньше вы хотели ездить в европу то сейчас появляется желание там я не знаю поехать в монголию к примеру да если раньше ездили в индию то теперь где-то может быть на байкал хотите поехать то есть какие-то вот здесь другой разворот здесь поворот вашей жизни случился про это про это мне говорит поток и мне так и знаете вот вашей позиции мне так приятно стало в этом потоке что аж захотелось уснула расслабилась очень очень-очень хорошо вот это вот кубковость ощутилась прям приятно прям по душе такой у меня был расклад для вас благодарю вас всех за внимание жду вас на следующих раскладах пожелаю вам всем хорошей рабочей недели собранные внимательные и в то же время очень очень-очень продуктивные всем всего самого наилучшего пока пока